Добрый день на седьмом! Михаил Журавель, директор и художественного руководителя Одесского культурного центра. Здравствуйте, Михаил! И Станислав Жарков, художественного руководителя Киевского театра «Золотые урота». Добрый день! Всем привет! Так, ребят, будем говорить с вами сегодня о спектакле, который завтра, по идее, должен взорвать Одессу, потому что я посмотрел анонс, я уже очень хочу туда попасть. Спектакль называется «Специфическая комедия. Слава героям». Давайте начнем с того, что узнаем, что такое специфическое. Что в ней специфического? Ну, насправде, напомню, что я тут возьму уже слово. Так сталося, что я уже на первый год занимаюсь режиссурой, и очень тяжело было визначити жанр, потому что, на мою думку, что жанр, вообще, это уже такое понятие, которое я должен выполнять из своей головы, особенно в театре сучасном. В Европе уже давно не пишут жанр на виставе. Тому, для того, чтобы была какая-то такая отмазка от всех тех людей, которые питаются, что за жанром, что за жанром, я придумал такую штуку, специфичную комедию. То есть это свой жанр, ваш по сути? Ну, фиг знает что. На справеді, если бы так прямо сказать. Тобто, это такая полифония. Тобто, в Европе уже давно перестали розподіляти вистави за жанрами. Тобто, ты приходишь на виставу, ты приходишь на имя режисера, автора, акторів и так далее. В нас, в специфичной комедии «Слава героям», жанр виходить від клоунади до трагедии. Тобто, за одну виставу ты передивляешься спектр. Как у вас в житті? Вы прокинулися в гарном настроении, потім розглили каву, у вас трагедия, потім вы змінили штаны, а вони малі, у вас знову трагедия, а потім вийшли, вони уснули, у вас комедия. Тобто, выходит насправді, за один день людина проживає дуже багато жанрів. А чомусь в театре ми маємо себе вставляти в якісь рамки. Це в нас драма. Ну, ми всі пришли, дивимося драму. І в нас нічого не змінюється. Стас, ну я небольшой специалист в театральних постановках. Это, в принципі, раньше так делалось? Либо это во впервые вироби пусті? Ну, конечно, раньше так делалось. И это абсолютно нормальная история, когда полифония жанров для этого придумали гениальное слово трагикомедия. Но есть такая шутка. Хочешь, чтобы на спектакль никто не пришел, назови, напиши, что жанр трагикомедия. Потому что это тоже непонятно, как бы что, не зрозуміло, что. Тому, звісно, так делалось. И не мы першим, не мы останні. Мы просто якось, мы вирішили, что это наш шлях. И мы маємо им идти. Это шлях сучасного украинского театра. Тому это для нас дуже приятно. Ну, вы послухали думку Стаса. Вин представник сучасного театра, я все-таки представник академічного. Тому я маю расшифрувати, что такое специфічная комедия. Давайте. Відкривайте зошти, записывайте. Насправді, специфічная комедия мається на увазі те, что вистава, дійсно, вона насичена багатьма жартами. Дуже хорошими и яскравими. И, в принципе, эта вистава, это данина сучасного театру. Это яскравый представник сучасного, сьогоденного украинского театра. Тому специфично вона пояснює і даёт такий виттінок того, что не все, не з усього в нашем житті можно смеяться. Но в этой виставе смех, это как защитный механизм от того, что вырубается вокруг нас. Поэтому специфичная комедия очень четко отображает то, что будет в этой виставе. Вполне логично сейчас задать вопрос вам, о чем будет спектакль. Но я вам его задавать не буду, потому что у нас есть кое-кто, кто расскажет нам очень подробно о том, о чем этот спектакль. Предлагаю посмотреть сейчас небольшой анонс спектакля и о чем, собственно говоря, он будет узнаем прямо сейчас. Возьмите Валериянку перед тем, как смотреться этот сюжет. Валериянка Кроши, скажут, потом такая кровь, кровь, а потом такие ворони, а потом такая дурная Олька вылазит, а потом такая выходит к России, она на каблуках такая, файл-файл, а потом такая, она хорошая девочка, такая у нее идет оцей, ну, типа оцей, эм, ээ, ээ, хэй, за убелку. А тут оцей еханем приходит. Вот такие, после великого отечественного мира. Ну, короче, у них начинается еханячка, такая вот такая добра, слушайте, там столько музыки, все. Я плакала, Господи, я плакала двое суток. Слушайте, меня так торкнуло, но я не торкнула никогда в жизни. Короче, дорогие мои одесситы, чекаю я вас, значит, что, где? Одесский культурный центр, есть у вас такой культурный центр, да, в 19.00, если даст Бог памяти, 17 червня. Да, я там тоже буду, потому что я езжу за ними по всей Украине, потому что выстава – это просто капец. Это просто ***. Все, давайте. Шалом, будьте здоровы. Шалом, будьте здоровы. Это кто? Это ваш талисман какой-то? Нет, насправде Виталина Библиев – это очень известная украинская актриса, которую знают практически на кожной заправке. Она занималась в многих фильмах. Не заправляются. Нет, ну, извините, это показатель? Извините. Нет, насправде Виталина Библиев – это очень известная актриса, и она просто, ну, знаете, как делать анонсы там. Ну, приходите к нам в Одессском культурном центре, увидите. И она, как очень веселая человек, очень талантливая актриса. Это была импровизация? Да, это была полная импровизация. То есть она сказала, Миша, давай запишем такой вариант. Десь четыре кадра, и мы выбрали этот. И она потом еще придумала, и еще придумала. И Стас сказал, что знают Виталину Библиев на каждой заправке. Это правда, она снимается в очень многих сериалах, но еще она приторговывала им, когда Петрушкой на привозе. Да, она инкухни там продает Петрушку. Поэтому некоторые, действительно, ее особенно хорошо знают. А поэтому она им передала привет в виде шалом. А потом я спросил, Виталина, а зачем ты сказала в конце шалом? Она говорит, ну, это же Одесса. Это же смешно. Справедливо казалось, что в одном дубле она сказала шалом православный, а не цивилизу. Это же как бы быть всех удовлетворить. В Одессе все свои, поэтому она очень толерантная. Хорошо, давайте так. О чем все-таки будет спектакль? Я понял уже мнение вашей поклонницы. Теперь мнение создателей. Ну смотрите, это спектакль, насправде, эту пьесу написал известный украинский драматург, который живет между Львовом и Кельном, его зовут Павло Арье. У него сейчас идет, ну, больше десяти вистав за его пьесами по Украине. Он очень знаменитый и я считаю, что он один из лучших молодых драматургов. История в том, что в лекарне, в лекарняной палате лежат два ветерана, которые воювали во время Второй войны на двоих разных фронтах. По два боки барикад, так би мовити. Тобто один був з боку радянской армии, інший був з боку украинской и повстанской армии. И так сталося, что они лягли в одну палату, потому что не было больше мест. И виходит, что та война, которая была колись, продолжается сейчас между ними. Они начинают сгадывать, они начинают вороговать. И, на самом деле, почему комедия, потому что тема очень серьезная, на самом деле. Потому что на начале это очень смешно. Потому что они, как малые дети, придумывают все новое и новое штуки для того, чтобы перевернуть один одного. И там дальше уже закручивается совсем другой сюжет. Мы понимаем, что это очень важная история для нас сейчас. Чтобы мы не смеялись. Потому что, на самом деле, в нас сейчас входит та самая ситуация. На Сходе нас, фактически, в многих моментах свои же воюют со своими. И это такая очень важная ситуация, усведомление этого. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, мы сделали эту выставку на самом деле. И основным нашим партнером был Институт национальной памяти. И Владимир Ветрович, директор Института. И он всегда наголошил, что мы пришли в эту войну с ранами и проблемами той войны, которая была когда-то. Поэтому для того, чтобы что-то решить, нужно делать такие выставки и такие акции на самом деле. Как вы думаете, фразы, которые нам говорят о том, что люди, не знающие ошибки истории, они обречены на их повторение. Мы повторяем ошибки истории? Вот как вот со стороны посмотреть на ситуацию? Я думаю, если эта выстава есть сейчас, значит проблема не возникла. Поэтому эта выстава, она не только способом оголить эту проблему, повернуться до этой проблемы, говорить про эту проблему, поднимать дискуссию про эту проблему в общественном мире. Но это еще один способ, как сцелиться. Потому что театр, безусловно, всегда так было. Это способ ликовать души, людские души. Ну и просто еще главное, что вы не думаете, что это, знаете, вы приедете и вас будут грузить, знаете, годину первую дию, годину вторую дию. Нет, это выстава сучасная, качественная, классная, веселая и трагичная одновременно. Это, например, сучасная, я не знаю, как в кино. Вы же не можете сказать за какой-то классный фильм, что вас грузили все эти две годы этого фильма. Вы переживали спектр эмоций, так как мы пояснили, что до жанра. Так и тут. Это сучасный способ поговорить с глядачем. Тобто взагалі сучасный театр уникает повчального процесса. Тобто нас з дитинства водять на все ті галімі вистави, всякие там Наталки-Полтавки и Кайдашеви семьи. И мы ненавидимем театр после этого. Потому что это нудно все это дивиться, понимаете? А театр, он не має повчати или навчати чему-то. Навчаешь в школе, навчаешь тату с мамой. Театр может задавать вопросы. И ты ходишь в театр, чтобы зрозуметь, это твоё питание, не твоё. Ты получаешь ответ, или нет. Поэтому наш театр не будет вас чему-то повчать или навчать. Наш театр будет задавать вопросы. И ваш выбор – выбирать сторону ответственности. Михаил, вы говорили о том, что вы представитель академического театра. Вот вы согласны с коллегой о том, что Наталка-Полтавка и Кайдашева семья – это никому не нужно? Все зависит от того, сколько вы платите мне. Про какую сумму идем мы. А если это достаточно значительная сумма, то я с ним согласен. Но в принципе, мы перед эфиром договорились. В принципе, за окременные деньги мы можем сейчас драку влаштовать в эфире. Він трохи проплатил, чтобы я с ним согласился. Поэтому я согласился с думкой Станислава Игоревича. Если у нас серьезная тема, то… Так, так. Станислав Первый, Стас… Я думаю, что правильно мы это понимаем. Все зависит от команды, от людей, которые делают ту или иную выставу. Вот и все. Мы можем очень классно сделать и Наталку-Полтавку, и Кайдашева семья. Но где больше в Украинском театре мы видим ситуацию стагнации. То есть они сделаны плохо. В современной постановке, скажем, не современной постановки, а классические постановки в современном театре сделаны плохо. Ну, не все, но… Давайте все-таки, якщо говорити про… Я хочу зараз сказати, як глядач. Я дивився цю виставу в театрі Івана Франка в Івано-Франківську. І для мене важливо, що те, що я бачив на сцені, це відповіді на питання, які мене зараз турбують. Це не якась історія, незрозуміла мені, древня, чужа, з чужими… У нас же прямий эфир! Хтось пробивається в эфир, друзі! У нас прямий эфир, действительно могут быть различные. Я ще хочу сказати цікаву штуку. Щас я поясню вначале, що відповідно. У нас прямий ефир, дорогі друзі. Могут бути якісь нештатні ситуації. В частності, зараз продовжуються ремонтні роботи. Я надію, що зараз вони закінчатся. Або ми сидимо в паркі, але… Буває таке… Друзі мої, у нас є підтвердження ваших слов, отрывок із спектакля. Предлагаю прямо зараз його посмотреть, щоб зрозуміти, що буде відповідати на сцені завтра. Так, давайте посмотрим. Тотен Морген! Просипаться! Остапихтович! Я! Вас попрошу остаться! Тедь, так сказати, затра Commune! Ми тільки попрошу! І які трапіни? Буag Teddy! Була handed, шт campaigns! Українська, краще, краще! llanська, краще! Нравиться? Я для вас з якз collegULmot적 місяць зелі утромнувала. Ну що ви стоїте на мене? Давайте, доложіть, що перem , ADA Вди. Вз欸 для бувай, марш! Так! ДАВАЙТ чергим на Shiny І! Дорогие друзья, если вы только что к нам присоединились, то мы сейчас в этой студии обсуждаем спектакль, который называется «Слава героям». Не просто спектакль, а специфическую комедию, которая пройдет завтра в Одесском культурном центре, завтра в пятницу, 17-го числа. И, собственно говоря, создатели спектакля сегодня у нас в гостях – это Стас Жирков, художественный руководитель Киевского театра «Золотые ворота» и Михаил Журавель, директор и художественный руководитель Одесского культурного центра. Вот следующий вопрос, который как раз сейчас самое время. Кто ваша аудитория на этом спектакле? Какой возраст, какое социальное положение, какие взгляды? Не знаю, мне кажется, что, опять же, может быть, я сейчас буду таким заносчивым и немножко нудным, но мне кажется, что современный театр, он вообще по факту не имеет аудитории таковой. То есть он не нацелен на, знаете, как можно сказать, вот это спектакль от 19 до 27 лет. Нет. Конечно, в связи с тем, что спектакль очень достаточно жесткий в некоторых моментах, безусловно, неплохо бы, чтобы родить дети до 15 лет были в присутствии родителей или у них было разрешение от родителей, чтобы они пришли на этот спектакль. Для всех остальных этот спектакль для любого возраста, потому что полифония жанровая и вот этот переход от одного жанра в другой, он позволяет каждому в зале найти свой спектакль. Ну, есть же это известная теория, что когда в зале сидит семья, папа, мама и дочка, каждый должен увидеть свой спектакль. Папа боевик, мама мелодраму, а дочка что-то современное, жесткое, интересное. Вот это идеальный спектакль. Ненормативная лексика будет? Ее там очень... Мы будем решать этот вопрос, потому что мы к каждому городу подстраиваемся. В Киеве мы играем его в оригинале, где это есть, а в каждом, во Франковске, мы играем такой купированный вариант, более нежный. Я хочу просто еще сказать два слова, это мне кажется интересно, о том, как создавался спектакль. Дело в том, что его создали два театра, тот, который я возглавляю в Киеве «Золотые ворота» и Ивано-Франковский театр имени Ивана Франка. И история в том, что двоих этих ветеранов играют два актера, значит, что логично. Значит, один из них из Ивана Франковского, да, мы хотели трех сделать, но не получилось. Один из них из Ивана Франковска, другой из Киева. То есть два веселых гуси. Да, два веселых гуси. Значит, все остальные актеры и персонажи, которые задействованы в спектакле, в Киеве свои, в Ивано-Франковске свои. И мы, я как режиссер, и эти двое ребят, каждые пять дней на протяжении четырех месяцев ездили между Ивано-Франковским и Киевом и репетировали этот спектакль. То есть такого в Украине фактически еще никто не делал. То есть это один и тот же спектакль с немного разными актерами, которые идут в двух городах. Это, ну, такое уникальное... Ты бачил, когда был важный слухов? Знаешь, чего? Бо я так же раз цичуя. Да. Реально? А что ты раньше мне пациент сказал? Это что-то меняет? Это меняете спектакль? А ты знаешь, как меня зовут вообще? Ты знаешь, как меня зовут вообще? Меня Стас зовут. Привет. Стас, давайте вернемся к нашему диалогу. Стас, скажите мне, в Одессе вы не хотите собрать какую-то труппу отдельную, которая будет играть так же в Одессе? Без проблем. Мой телефон 093. Нет, на самом деле, если серьезно отвечать, я готовый до будь-яких пропозиций. Я знаю, что Одесса сейчас очень сильно потребует современного театра. Бо, когда я разговариваю с людьми, которые занимаются в Одессе театром, здебільшого они говорят, что у нас нет чего показать, у нас нет чего показать, у нас нет чего показать. Я говорю, окей, у вас есть Ваня Уривский в Украинском театре, «Тени забитых предков», «Зараз новую выставу по вампилу» он поставил. Кажут, да, Ваню мы знаем, Ваня сучасный молодой, у Ваня заповнені зали и так далее. Ваня працюет в Украинском театре. И все. Ну, тобто, а это величезное место с прекрасными возможностями. А что делает российский театр? Ну, например, сейчас, да, русский театр в Одессе. Что там происходит? Да, представляешь, до сих пор, ну, это недовго, недовго залишилось. Я маю на увазі, кроме того, что они сдают в оренду, какие выставы они делают. Ну, театр же, он же переходит совсем в другую стадию зараз. Не просто выстава заради вистав. Выстава – это мое быть какой-то проект, который, ну, для чего-то он сделан, социально. Потому что все эти театры живут на ваших с нами податках. Вы платите, вы, наши операторы прекрасные, режиссеры, которые у вас у ВУСа. То есть, все они платят податки для того, чтобы эти театры существовали. Ну что ж, у нас время эфира, к сожалению, подходит к концу. Вот на вас смотрят вот эти вот камеры. Хочу попросить вас, чтобы вы обратились к телезрителям и пригласили их завтра на спектакль. Пане Михайло, давайте его сходом. Дружи, действительно, запрошу вас до Одесского культурного центра 17 червня о 19.00 на выставу, на специфичную комедию «Слава героям». Это будет круто. Всех ждем. Мы очень всех ждем. Приходите. Завтра Одесский культурный центр, я на всякий случай повторю, 19.00. Да, шаву православные. Да, кстати, хочу подчеркнуть, что Одесса, в принципе, умеет смеяться, умеет веселиться. Я думаю, что одесситы оценят тот юмор, который будет завтра на сцене. Еще раз повторю, 17 числа, в пятницу, Одесский культурный центр. А в гостях сегодня у нас были Михаила Журавель, директор худрук Одесского культурного центра, и Стас Жирков, худрук Киевского театра «Золотые ворота». Спасибо, друзья. Был, наверное, самый веселый эфир на сегодняшний день. Прямой эфир, поэтому не обошлось без каких-то эксцессов. Но, простите, если что-то было не так. Спасибо, что вы с нами и не переключаетесь. У меня чумчик, наверное, на столбур, что все? Спасибо.